Привет, Ютуб! Это я, это мой диван, знакомьтесь, кстати, с ним. А это у меня тут лента новостей. Самые свеженькие, самые чокнутые. И читаю я, кстати, для тех, кому лень или кто все пропустил, ну, как я. А для тех, кто хочет всегда получать свежие новости от меня, не забудь, конечно же, подписаться на канал и поставить лайк. Так что давайте быстрее посмотрим, что там за недельку случилось без нас на этом звездном Олимпе. Новый клип Арианды Гранде сломал Ютуб. В смысле сломал? Подруга, полегче, ты тут не одна вообще-то сидишь. Место общественное. Ну ладно, че там. Ариана Гранде сотворила такой потрясающий клип с жирными отсылками на американские молодежные комедии, что за сутки хапнула сразу 64 миллиона просмотров и 5 миллионов лайков. В итоге Ютуб дичайше залагал, отчего комментарии теперь вылетают с опозданием. Ну, спасибо тебе, Ариша. Спасибо, что хоть интернет не сломала. Интернет ведь не Windows. Два раза его не установишь. Посмотри, что творит. Дряные девчонки вот у нее здесь. И блондинка в законе у нее. Вот интересно, а если бы какая-нибудь наша Нюшка, например, сняла бы клип по служебному роману или бриллиантовой руке, Ютуб бы я тоже заглючил? Какие новости без Бузовой? Угу. Ольга Бузова выпустила новую футболку с пунктационной ошибкой. И выложила этот срам в инстаграм. Пятница это начало Качалова и Пи. Пи. Пи это что? Пи это 314? Что это значит? Что это такое? Объясните мне, что за пи? Пи-пи-пи-пи-пи. А вообще, знаете, у нас люди, конечно, странные. Как? Вот как они могли заметить такую маленькую ошибочку? На пони вот такой большой. Большой ошибки на нашей эстраде. Ой, смотрите, Сюткин в новостях замелькал. Что случилось-то? Сюткин рассказал, как его спасла третья жена. От чего тебя она спасла? От непопадания в евро хит топ 40? Читаю вам. Раньше Сюткин менял жен так же часто, как свой репертуар. Короче, у него было две жены, две песни. Он колесил по глубинке и пел для бабушек, пока не наткнулся на 18-летнюю костюмершу Виолу. Дальше попер развод с бывшей, успех и счастливые годы в однушке под уютным каблучком. Браво! Браво, Сюткин! Не побоюсь прямо этого слова. Ай, это вы посмотрите, что мочит. До Виолы я был... Я не могу это слово воспринимать нормально. Для меня Виолы это срок. До Виолы я был среднестатистическим рок-музыкантом, заявил артист. Кем? Кем ты был? Прости, пожалуйста, что я тут услышала? Слово рок? Рамштайн здесь, что ли, маленький пробежал? Слушайте, меня надо его переслушать. Срочно всем переслушать Сюткина, ну-ка. Жил-да-был черный кот за углом. Да, действительно рок. Рок судьбы. О, Волочкова. Волочкова, как всегда, прям в топчике. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Пользователи высмеяли избранника Волочковой за дешевые носки. А потом, наверное, за трусы, а потом за то, что курит Беломор канал, а не вейп. Ой, Волочкова, бедняга. То она на шапогат на яхте сядет, то собачку пнет, то, не знаю, вон носки мужику своему не от гучи купит. Тяжелая судьба у бабы, а? Сглазили тебя, наверное. Ой, а это прям горячая новость. Вы посмотрите, что творится. Скандальный прямой эфир с Малаховым на грани закрытия. Ой, Малахов, ой, бедоносица. И большая стирка. И пусть говорят. Теперь вот и прямой эфир. Все в топку. Все хотят закрыть. И как же мы теперь будем жить-то без его? На сегодня все. Берегите себя, своих близких. До свидания. В Госдуме, как всегда, позабыли о пенсиях и зарплатах и обратились к моральному облику федеральных каналов. Малаховский шоу и ему подобные не всем приходится по вкусу. Потому что обличают немытую Россию. Конечно, конечно. У нас ведь тут все прилично. Никаких мандалов, шлюх и преследователей. Все просто. Вы знаете, я, конечно, не поверила во всех этих недовольных. Но вот комментарии под статьей говорят сами за себя. Черт. Ну вот от кого мы еще с вами узнаем, как там поживает наш Шурыгина. Ой, ну наконец-то, наконец-то. Позитивные какие-то новости. Звезда фантастических тварей Эзра Миллер опять не в себе. Это же новости про моего любимого дочонка. Эзра живет на ферме, разводит коз и сам у них принимает роды. Ой, ну че они, вот че они пристали к парню моему, а не пойму. Вон у нас в деревнях все так живут. И че странного, все нормально. Главное, парень-то у нас стильный какой. Сейчас. Эзра розовый грибочек. А вот оделся под редактора Космополитен. Ой, а вот здесь он ноунейм на фоне какого-то деда непонятного. Че это такое? А это фотосессия на паспорт, наверное. Да? И фотки с жопкой. С жопкой тоже очень хорошие. Все-таки хорошие у него булочки. Точно, папка Пельгарь был, а мамка, наверное, кондитер. О, звезда красотки снова в ленте. Джулия Робертс борется за подписчиков в инстаграм с помощью огромных сисек. Юль, ну, я, конечно, по-женски-то с тобой согласна. Согласна. Размер сисек, он прямо пропорциональный количеству лайков. Вот когда у меня вырастут мои сисечки, мне обязательно под этим видео комментариев понапишут. А, сейчас че? Ничего не пишут сейчас. Бьюти пошел. Главные тренды макияжа весна-лето 2018. Что-то они рановато, они как-то рановато. У нас только зима-то недавно началась. Ну, давай. Глаза в стразах на клею. Ну, допустим. Ой, а вот тут какие-то стрелки, которые не получились, и, похоже, даже не в том месте. Ну, осторожно, но можно. Ушки в краске. Ну, да. Губы в фольге. Ребят, мне кажется, мы не доживем до весны 2019. Естественный отбор он заберет самых креативных. Опачки. Рождественские брови. Слышали про такие? В сети появился безумный праздничный тренд. Вот. Кто-то украшает дом, кто-то покупает елку, кто-то затаривается алкоголем на все праздники, а бьюти-блогеры бахают. Праздничные брови. Ну, давай, посмотрим. Ой, мама дорогая, ты посмотри весь инстаграм в Крисмос Бро. О, елочки такие. Елочки сякие. Даже гирлянды они туда как-то запихнули. Шапочки эльфийские рисуют. А я-то что сижу, а? Отстаю от всех бьютиков. Вон декабрь вовсю уже на дворе. И бровей как раз две. Вот же гребаные новости, а. Вот сядешь на минутку и полдня на них потратишь. Тьфу-ля, пойду вон лучше. Видео какое-то нормальное сними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова